Доброго времени суток зрителям нашего канала и священным гостям. Я один из администраторов на проекте Rory Game Online. В данном видео мы с вами поиграем в игру Imperial Glory. Это стратегия в реальном времени. Она очень старая, примерно 2006 года выпуска. Компания выпускала такие же игры, как Roman Total War, которые сейчас очень популярные и очень крутые. Но мы с вами поиграем в старую игру. Попробуем завоевать мир. Мы с вами поиграем в кампанию. Выберем, как я говорю с вами, крутые игроки. Выберем уровень тяжелый. Штолер победы. Полная победа. Подсказки отключим. Далее нам нужно выбрать фракцию. Как вы видите, здесь есть... У каждой фракции есть определенный потенциал. Это в плане экономического, военного, морского, ну и также научного потенциала. Многие советуют играть новичкам за Великобританию, потому что Великобритания находится на отдельном острове. И, в принципе, определенное количество ходов, она неуязвима для других стран, потому что мало кто будет к нам приплывать на континент. С нами объявят войну. А даже если войну объявят, то все равно как бы нам все равно, потому что мы изолированы глупо от мира. Я же хочу начать играть за Пруссию. Как вы видите, у нее три территории. Мы находимся практически в центре. Вокруг нас такие большие оппоненты, как Россия, Пруссия, недалеко от нас Франция. Это, скажем так, основные страны, которые под управлением компьютера будут нам строить какие-то кузни. Конечно же, есть остальные страны, за которые мы не можем учить играть, но они также будут нам препятствовать, всячески мешать, ну или же заключать союз. Ну, это мы дальше посмотрим. Во время игры я буду некоторые битвы с вами проходить в реальном времени, некоторые битвы будем пропускать, потому что непонятная мне причина, но бывает такое, что игра просто завершает свою работу. И поэтому, дабы это избегать, некоторые битвы, скорее всего, в следующих видео мы через раз будем пропускать через автобой. Давайте мы с вами выбираем Пруссию. Как вы видите, у нее потенциал маленький во всем, но мы это исправим. Ну и начинаем игру. Вначале будет заставка, я помолчу, а вы послушаете. Это один из единственных роликов, в принципе, который присутствует в этой игре, но он только в начале. Поэтому мы в любом случае должны его посмотреть. Это я. Отлично. Так. Как новый правитель мы должны выбрать... Угу. Так. Это, получается, наша ветка развития. Как вы видите, у нас сейчас первая эра. Это июль 1789 год. То есть, это 17 век. Так как я хочу вести более агрессивную политику игры, давайте мы с вами сразу пойдем в военную ветку. Выберем возможность строить казарму. Мы сможем строить линейную пехоту, легкую пехоту. Поэтому будем исследовать это. Так. Как вы видите, перед нами карта. Она закрыта. То есть, видно только то, что вокруг нас. Так. Наши соседи. Это Польша. Ну, я не удивлен, что эти полики против нас плохо настроены. То есть, 30 это наш уровень нашего влияния, нашего взаимоотношения. То есть, 100 максимальный, 0 минимальный. И когда 0, то страна может объявить нам войну. Как вы видите, Польша и Испания против нас настроены очень категорично уже, в принципе. То есть, меньше 50%. Поэтому нужно будет аккуратно. Ну, я думаю, Польша будет первая страна, которую мы захватим. Потому что поляки никому не нужны. И как бы у них только здесь один кусочек территории. Поэтому мы ее и возьмем. Но это будет в будущем. Давайте посмотрим, что по нашим войскам. У капитана Блё у нас есть мушкетеры один отряд и ренцеры. Так, а у капитана Тилемана вообще просто ополчение. Точнее, Вандвер, ну, это, грубо говоря, ополчение, которое в основном в этой игре берет как бы массы. То есть, нормальная регулярная армия при правильном расположении ополчение просто решетит какашку. Поэтому на него рассчитывать не стоит. Но в экстремальных моментах, когда, к примеру, враг уже стучится к тебе на твою территорию, а у тебя нет войска, то как раз очень неплохо наштамповать ополчение и кинуть их как бы на мясо для того, чтобы попытаться отбить вражеское наступление. Давайте в зданиях построим военную академию. Вот там в нашей столице. Это Брендербург. Построим военную академию. Это нам даст возможность производить офицеров. Ну, и также хотя бы пока ополчение. На остальных наших территориях мы пока ничего построить не можем. Поэтому мы завершаем наш ход и смотрим по поводу хода наших противников. Знаете, я когда в прошлый раз играл в эту игру, то в основном мне большую проблему в конце строила эта Франция и, соответственно, Австрия, которая находится под нами. Вот эти негодяи меня вставляли конкретно палки в колеса. То есть мы до определенного момента с ними были в друзьях. Когда началось уже глобальное захват и покорение остальных стран. Они до конца хранили нейтралитет. Когда моя вся армия ушла уже как бы вглубь других стран, они меня в спину ударили. Как бы крысы. Ну, благо у меня были поляки, которых не жалко. Я их бросал на мясо, пока основная армия не вернулась. Не смогла тогда отхватить территорию, которую у меня Австрия захватила до этого. Также скажу, почему мы еще играем на сложном уровне. Потому что на легком уровне существует такая тенденция. К примеру, вам страна объявляет войну, проходят один-два ходы. Они вам предлагают мир и при этом предлагают вам деньги. То есть это, как я не знаю, или это такое тупое поведение компьютера. Или это, так сказать, рассчитано, потому что это легкий уровень. Поэтому более интереснее нам будет играть в соответствии на уровне повыше. Ну, давайте укомплектуем нашего капитана Тильмана, хотя бы теми же самыми оплаченцами. Открываем наш город, выбираем пехоту. Построим пару этих. Как вы видите, каждая пехота стоит определенное количество ресурсов. Это деньги, дерево, количество населения и сколько они потребляют еды за определенный ход. То есть у нас сейчас вырабатывается в нашей стране 275 еды. На содержание нашей армии тратится 51 параметра еды. Как видите, у нас есть немножко денег, дерево и население. Поэтому мы можем себе позволить построить оплаченцев, точнее, рекрутировать их. Это будет за один ход, будет производиться одинаковый оплаченцев. Давайте наштампуем, кинем нашему капитану Тильману и переведем его сюда на границу, чтобы он мог стоять на защите как от Австрии, так и от Польши. С Аксонией у нас, в принципе, хорошее отношение. Может быть, в будущем попытаемся ее присоединить без войны к нам. Для этого нам нужно будет построить наше посольство, представительство. Если как бы все будет нормально, то сможем их без боя присоединить к себе и, соответственно, использовать их ресурсы, их территорию, армию, как бы, в своих целях. Так как мы в здании больше ничего строить не можем, мы завершаем ход. Ждем, пока отследуется наша возможность строить, точнее, нанимать новые виды войск. Как видите, уже на следующем ходу это будет доступно. Так, оплаченцев закидываем сюда, пропускаем ход. Ну, на карте пока ничего не меняется, ничего не интересно. Вот, пехота исследована. Дальше давайте будем исследовать Фуалерию. Как вы видите, теперь мы можем построить в нашей столице Брандебурге здание. Убираем казармы, и мы сможем тренировать легкую пехоту. Так, оплаченцев сюда. У нас уже не хватает денег на производство, точнее, на рекрутинг даже тех же самых оплаченцев. Ну, я просто хотел сделать еще один отряд, для того, чтобы подкрепить капитана Блё нашего, который стоит с его. Казан мы построили, денежка на немного добавилась. Как видите, теперь мы можем использовать и нанимать мушкетеров и грандсеров. Справа есть параметры. Эти параметры показывают дальность, к примеру, выстрела или дальность обнаружения врага конкретного отряда. Также параметры их защиты, параметры боя в ближнем и дальнем бою. Как вы видите, мушкетеры владеют еще защитой 42, у них дальность 60, 35 в ближнем, 40 в дальнем. А здесь 32-44, ну, то есть, грандсы, они больше подходят на дальнее расстояние, если вы планируете вести бой на дальнем расстоянии. Ну, а мушкетеры, скажем, такие более универсальные, которые могут и стрелять, как бы, и дать пиздюлей, как бы, и в ближнем дают. Ну, давайте возьмем, наверное, вот так. Один ход как раз мы обучим мушкетеров, и на другой ход, я думаю, нам хватит денег, и мы сможем обучить непосредственно еще одни фехи. Пока на политической карте ничего не меняется, мы будем только садить, как, к примеру, наши ближайшие соседи будут в тупую передвигать фигурки со своими армиями влево-право-лево-вправо. А у нас не хватает все-таки ресурсов, не хватило, там, писечки не хватило, ладно, тогда подождем. Давайте, наверное, сделаем вот так, и все-таки дадим нашему капитану Тереману хотя бы один отряд, который более-менее похож на отряд воинов. Они, крестьян с дубинками. Перетенем, нет, Тереману, перетенем сюда, этот останется на страже здесь. Отменим, нам нужен еще один офицер, для того, чтобы наращивать наш военный потенциал. На одной из карт, точнее, на одной из территорий могут находиться сразу до, только до трех полководцев, но свыше трех можно накидывать подкрепление. То есть в случае боя полководцы, которые находятся рядом на территории, но были отправлены туда, но не смогли зайти, потому что нету места, они будут выступать как подкрепление. Так, ваше величество, вы должны решить, кто будет вашим законным наследником, сын или дочь. Когда не достигнут совершеннолетия, вы сможете организовать генастический брак с представителем монахической семьи другого государства, что принесет немалые выгоды вашей империи. Ну, мы же, как бы, не хотим, чтобы наша дочь, королева, принцесса, чтобы ее ебать. Поэтому мы возьмем Кристофера. Карл Кристофер их у всех ебет, поэтому это будет пацан. Вы решили, что принц Карл Кристофер будет вашим законным наследником. Мы будем внимательно следить за его испытанием и обучением. Ладушки, хуядушки. Так, посмотрим, что тут у нас у поляков гарнизон. У поляков. В принципе, если мы с вами построим еще... Если мы с вами сделаем еще одного командира, туда мы закинем хотя бы пару мушкетеров и ополченцев, то с помощью трех наших полководцев мы можем нагнуть Польшу прямо сейчас. Это, конечно, может покинуть за собой последствия, потому что это будет агрессия. А если мы нападем без объявления войны, то это будет еще хуже. Я думаю, что Австрия и, соответственно, Россия не упустят момент, чтобы ударить по нам. Но, с другой стороны, мы с вами можем разменять, к примеру, Польшу на нашу область от Силезия. Она нам, в принципе, не сильно нужна, но в Польше мы сможем дополнительно штамповать воинов. Я тебе посмотрю. Возможно, будет иметь смысл взять кавалерию. Я думаю, поляков кавалерии все равно нету. Судя по характеристикам, у них два отряда ополченцев. Отряд... Ага, просто пехота. Мы даже не знаем, кто есть в мушкетеры. Поэтому, наверное, мы так и сделаем. Мы сейчас с вами выждем пару ходов. Как раз исследуем с вами кавалерию. Возьмем кавалерию и раздавим этих пшеков, чтобы они знали, кто здесь хозяин. Ага, отлично. Новый командир готов. Кавалерия исследована. Мы дальше идем с вами по военной ветке. Угу. Так, надо, наверное, сначала нам построить конюшню. На конюшню у нас денежек нет. Нам не хватает денег. Да, нам не хватает денег, поэтому в любом случае надо кого-то поработить по-быстрому, пока есть в начале. Так, государство секционное выдвинуло торговое предложение. которое, по его мнению, принесет вам выгоду. Они предлагают вам 220 единиц продовольствия за... Ага. Они хотят нам дать еду, чтобы мы им дали деньги. Ну, скажем так, еда у нас есть, а денег у нас нет, поэтому мы отвергнем. И еще раз отвергнем. Торговать будем и сегодня. Так. Здание. Ну, уже мы нашкребли на конюшню. Ага. Сейчас мы... Пройдет. Мы посмотрим с вами в порядке. Вывели еще одну... Еще одного полководца. Сейчас мы с вами чекнем, что там у него за армию. Россия выполняет миссию революции в медицине. Вознаграждение на всех территориях этой империи, построенной местной госпиталь. Да, здесь есть такое понятие, как цели. Как вы видите, революция в медицине. Россия выполнила условия, но это сделать просто, потому что у России есть огромная территория, огромный потенциал. И это сделать довольно-таки просто. Поэтому мы в этом плане уже не успели. Да, как вы видите, поляки вывели еще одних ополченцев. То есть четыре отряда ополченцев и отряд, допустим, мушкетеров. Там посмотрим. Поэтому надо нам подождать. Все равно пока они не представляют огромной силы, скажем так, ополченцев наших, мы клянем на их ополченцев от мяса, выставили на наших стрелков, а конницей просто задавим сзади идущих. Или просто ополченцев раздавим конницей. Это неважно, конница с ними разберется по-быстрому. Поэтому я думаю, эта война продлится очень быстро. Главное, чтобы мы быстро аннексировали само государство. Так, Австрия нам предлагает опять же иду за золото. Нет, спасибо. Очень жалко, что здесь торговля очень ограничена и скудна. В основном на протяжении всей игры почему-то компьютер нам будет предлагать подмен именно такой. То есть, он будет предлагать на меду и будет требовать наше золото. То есть, к примеру, если бы они наоборот сказали, там, братан, дай нам дерево, мы тебе дадим золото. Да ты с пизды, я бы отдал там 1500 дерево, забирайте. Топите свои печки, это не похер вообще. Ну, а так слишком хитрожоба получается. Так, у нас здесь есть уланы и гусары. Уланы у нас больше идут... Уланы более бронированы, но меньше в атаке. А гусары это быстрая кавалерия. Она более легче бронирована, но у нее больше атаки. Давайте будем брать эти. Нифига себе, тысячи стоят. Это нам в стране надо целые два хода работать для того, чтобы нанять одних уланов. Ну, нам в любом случае это кавалерия, потому что, я же говорю, что на начальном этапе, я считаю, что нам это даст определенное преимущество. Так, отряды. Можем уже их построить. Так. Верная промышленность у нас исследована. Мы дошли до пика в нашей ветке. Для того, чтобы нам двигаться дальше, нам нужно пойти по ветке хранения продовольствия, медицины, по ветве ресурсов. Ну, давайте так. Пойдем так. Так, отряды. Давайте подкрепим их. На мушкетеров не хватает. Наверное, укомплектуем. Еще построим однокомнику, попытаемся взять. И возьмем мушкетеров. Я почему... Согласов в Соксоне выдвижила торговое предложение. Опять же, видите, они нам предлагают 200-200 единиц продовольствия за 330 единиц золота. Отвергнуть. И еще раз. О, Польша. Панны. Что Панны хочет? Панны хочет у нас... Угу, угу. Опять же, продовольствие на этот... Нет. Нам с Польши вообще... Мы даже с ней в одно поле срать не сядем, поэтому... Даже если бы нам не нужно было, мы бы это с ними сделали. Потому что надо их душить. И душить их надо сразу. Так. Дальше по ветке идет. Увеличивает прирост населения на 25%. Увеличивает производство сырья. Ну, сырье, я надеюсь, и золото тоже. Давайте возьмем сырье. Мне кажется, пока мы с вами будем сейчас развивать нашу армию для того, чтобы сделать блиц-крик марш-баршок на Польшу. Ага. Австрия, Польша считают, что наступил подходящий момент для укрепления отношений между нашими странами. Они предлагают нам заключить оборонительный союз, обещая нам тысячу, ну, скажем, 1200 из них золота, что я за предложение более, больше заманчиваем, если вы принять. Ну, Польша решила вступить с нами в оборонительный союз вместе с Австрией и кто-то кто вы вообще с Ганновером. Ну, давайте с ними подружим. Как раз у нас будет время для того, чтобы собрать немножко нашу ударную группу и как только закончится оборонительный союз, скажем, добрый вечер, Польша, давай-ка ты как бы соснешь хуйтов и накажем ее просто, да и все. Ну, я думаю, этот оборонительный союз будет недолго, может, почему я беру именно мушкотеров, потому что они более универсальные, а стилистика моего боя, что я, к примеру, сначала стараюсь максимально намести уровень дальнего расстояния, а потом просто кидаю всех нахер в рукопашку, пусть как бы кровь, кишки, саки, пусть там уже мочится как бы до упора, потому что когда подходишь к дальним, то они что-то отсасывают. Так, продовольственные склады построены, отлично, что мы еще можем построить? литийный цех увеличит производство сырья. А нам не хватает золотой бумаги. Так, давайте мы пока сейчас вот этого гражданина перекинем сюда, этого вместе с его отрядом выведем. Я думаю, раз пока такая песня пошла, можно еще одного офицера сделать. Больше ресурсов могу, в данном случае население. Ну, что ж, будут встать. Вызоваст Австрия выдвинула вам торговое предложение? Нет, не вам. Ваше однотипное торговое предложение вакцинация, образование увеличивает скорость исследования. Давайте. Что там вообще у Саксонии, у нашей подружки? может, Саксонию нагнуть? Что-то, не по-моему, не сильно серьезное. Давайте, наверное, все-таки, раз поляки немножко подождут, тогда он может наебнуться к Сонию через один ход. Я думаю, чтобы был хардкорчик, сохраняться не будем перед этим опроменчивым действием. Ну, в принципе, если сейчас как бы со снем культов, мы должны со снем культов что-то делать. Тут уже на всякий случай надо штампануть вот так. Саксония дипломатия. Объявляем войну. Пруссия объявляет войну в государстве Саксония. Ну, а что делать? что? Ну, надо объявить, да, да. Все, конфликт неизбежен. Перейдем сюда все наши войска, ударим с одного фронта, прямо ему в лобешник сейчас упал. Австрия подтягивается, чтобы тоже откусить кусочек, а откушать тут отмечу, тут всего один кусок, поэтому ну, это бывает. Ну, что, давайте мы сейчас с вами проведем нашу первую битву, как вы видите, когда мы на чужой территории, потребление нашей провизии увеличивается, ну, я думаю, может быть долго. Так, у нас получается практически полтысячи солдат, у них 240, легкое сражение компьютера так квалифицирует, хотите командовать сражением лично, давайте в данном случае мы с вами поиграем лично, а вот потом можно будет какие-то сражения пропускать. эти, знаете, были случаи, когда, к примеру, компьютер привлекал мне практически стопроцентное поражение, но все равно получалось выиграть. дорога в Саксонию была не легкой, мы пришли сюда и настроены, короче, победить, и всем, всех, кто будет называть пиздюлем. так, это, скорее всего, в этой битве у вас две цели. Первая ферма, защитники Саксонии хорошо знают о ее стратегической выгоде, поэтому готовьте встретить ожесточенное сопротивление. Какая-то нищенская ферма. Вторая цель это деревня, обратите внимание на то, что захватчикам для победы достаточно держать любой источек, нам же необходимы обе. Ага, понятно. Короче, надо какую-то источек захватить или просто полностью их уничтожить. Мы, скорее всего, полностью их уничтожим от наших войска. Давайте их все сдвинем ближе к этому, они и так будут сейчас идти медленно, как эти. Начать сражение. Ну, давайте наших стрелков сразу отправляем и отправляем сразу сюда. Мясо наше выстраиваем здесь. Ну, и конницу давайте пока куда-нибудь сюда отведем. Сразу просмотрим. Ну, это понятно, что как ужаренные в жопу бегут к этому зданию. Это их не единственный оплот будет. Мы возьмем деревню, они возьмут ферму. Ну, в любом случае, как вы видите, силы не равны. В принципе, если бы у меня было бы четыре конницы, а не две, я бы мог бы просто вот эту шайку пидорасов раздавить конницей. Можно и сейчас напасть ее, но потери конницы будут слишком большие, а разменивать конных на вот этого дерьма как бы нелогично. Мы сейчас займем позицию, у нас одна рота стрелков останется, мы выведем ее вместе с нашими селянами вперед сюда, сняемся с этими, ну а потом этих дебилов просто выберем издания и на это все закончится. Эти маршируют, маршируют, а вот те, господа у нас решили не принимать нужное участие, как у нас наши стрелки. Враг займем кучу позиций еще с моим молодым. Давайте немножечко подтягиваемся. В принципе можно было бы сделать мой взбросок. Давайте мы наверное так и сделаем. Я извиняюсь, не ту кнопочку нажал. На головах будете сидеть только другом для этого. О, серьезный пацан, знаете, на его лицо. Убийца, герой, воин просто. Так, мы заняли деревню, ничего не сильно хотят идти в атаку, хотя их цель защищать. Как вы видите, тупых селян нельзя выстоять другое построение, только как бы они тупо как стадо идут толпой. нам этого хватит. Ага, господа, давайте пробежимся немножечко. лед Сейчас мы постараемся вывести на агрессию, то есть в том плане, что подведем наших стрелков, в разочек стрельнем, эти как-то дебилы побегут, мы склицнемся, сбоку ударим кавалерией, самое трудное будет забрать их, Но я думаю, в принципе, если мы примем все эти тетки туда, то они там их раздают в этой фирме. Так, Валерия, давайте немножко... Возьмем один отряд, я думаю, хватит. Так, мы выстроим так. Декс. Декс. Перестраиваемся. Мы в фильмах такую крутую камеру сделаем, как будто мы летаем над полем боя. Вы готовы умереть? Мы готовы умереть! Я смотрю, а признаков интеллекта нет вообще. Ну, саксонцы, это в принципе, как и поляки. О чем там можно вообще говорить? Давайте немножко передвигаем. Наших бойцов. Ну, давайте, нападайте! Я уже здесь. У них радиус действия, конечно, более дальний. Надо было, конечно, нам, наверное, взять немножко артиллерии. Мы бы сдалека бахнули. Есть. Толпа пошла. Их отводим сюда. 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 Блин, блядь, вала грунчики. Ну, как видите, эти сразу и обосрались. Сюда. 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 Идем сюда. Пармот... Так, конница здесь справилась. Сюда в атаку добиваем. но в принципе вся битва мы потеряли 2 полностью потеряли один отряд наших крестьян и двух отрядов осталось там с ума на человек 10 это уже в принципе недееспособный отряд не сможем ничего с ним сделать все началась так общая потеря нашей 185 мы вырезали всех под корень началась оккупация я думаю благодаря нашим войскам которые у нас там остались это пройдет быстро сада города дрезден началась отлично россия выполнила миссию россия сейчас будет хуярить все миссии подряд поэтому как видите вот эта шкала идет оккупации когда она дойдет до конца будет захвачен все если там оставить очень маленькую армию то они могут попытаться сделать восстание то есть попытаться скинуть захватчиков но я думаю мы этого не допустим а у нас населения нету ладно что-то по здание можно построить местные госпитали увеличить просто население то что доктор прописал в принципе я это готовить для польши но получилось аксония первая поляки просто хитрые шеки нет с нами с нами сразу союз но это только отсрочило как бы их не учесть мы все вернемся и вернемся обязательно поэтому просто со временем и все мы взяли военная аннексия произошла успешно в сапсония склоняется перед вашей империи мощью ну конечно может быть мощный отныне этот регион будет частью что мы еще не получаем здесь 35 золота 400 единиц еды и сырья цыгане ебаные нищие так значит килимана оставляем здесь этого перекидываем сюда нет победительного этого вот видите тут она тоже все подымать с колен потому что не казармы как бы ничего такого нету надо сейчас восполнить как бы наши потери скажем так восстановить надо сразу сейчас будет здесь тоже делаем делаем вот так давайте вообще нафиг расформируем перетенем его на новую захоченную территорию может более-менее в принципе более-менее еще функционально вот это тоже будет как сделать распустить и мы заменим их на ушки тёрл потом он не может двигаться сейчас главное в саксонии построить казарму сразу на штамповать воинов но опять же брать воинов только с саксонии вообще строить войска порабощенных странах и империях очень плохо потому что в случае любого численного превосходства врага и что-то не так на поле бойца начинает бежать ну то есть знаете регулярная армия это одно когда ты мобилизирован страну в армию странного захватчика то понятно что ты будешь служить не так как бы чтобы служить за свою страну поэтому обычно такие армии надо просто так на мясо то есть не жалея скажем так так здесь строится это надо будет военную академию тут построить потому что мы не можем нанять офицера видите мы стали уже больше на эту кстати у нас уже закончился пакта перемирии с польшей точнее его оборонительном союзе поэтому что тут у польши тоже самое ничего серьезного следующий удар куда мы сделаем мы с вами нанесем его по польше ну наверное давайте мы это с вами сделаем следующем видео на этом мы будем заканчивать следующем видео постараемся нануть польшу может быть немножко под нагнем геновер вы сразу эти две малышки захватим для того чтобы в будущем можно было двигаться дальше и наверное надо что-то решать с австрией потому что в прошлый раз они мне доставили намного больше проблем чем такие гиганты россия франция и остальные а на этом все подписывайтесь наш канал ставьте лайки спасибо за то что вы посмотрели видео если вам понравилось пишите свои комментарии может какие-нибудь другие игры хотите посмотреть как будем играть будем проходить будем общаться до скорых встреч